Дорогие друзья, здравствуйте! Мы решили записать это видео, чтобы пригласить вас на CBT-форум, который пройдет 26 и 27 апреля в Петербурге, и поговорить о важных темах, которые интересны всему профессиональному сообществу и людям, которые в целом интересуются психологией, психотерапией и ментальным здоровьем. Дмитрий Викторович и я сегодня постараются обсудить те вопросы, которые волнуют наших подписчиков и волнуют людей, которые собираются приехать к нам на форум. В этом году мы проводим масштабное событие, такого еще в принципе не было, и никто прежде не делал такого массового мероприятия, посвященного ментальному здоровью. И, Дмитрий Викторович, расскажите, пожалуйста, какие вообще перспективы, ведь у нас в стране достаточно все равно в таком зачаточном состоянии существует психотерапия. Почему мы решились на это, и почему мы осмелились, почему в этом году такой формат и такой масштаб? В первую очередь, потому что у нас есть замечательная команда, и спасибо вам, Аня, за то, что вы стали членом этой команды, очень креативным, творческим и энергичным. Ну и, во-вторых, что самое главное, что в этом есть насущная потребность и необходимость, и со стороны людей, со стороны наших пациентов, клиентов, и со стороны профессионалов. То есть это интересно, это важно, это значимо. Ну и в дополнение ко всему это еще и праздник, который мы хотим организовать и для себя, и поделиться этим праздником других. Потому что в традиции нашей ассоциации, традиции нашего творческого коллектива и наших коллег, периодические встречи, обмен информацией, обмен опытом и просто встречи людей, которые знают друг друга, которые любят друг друга и давно не видели, все это хороший повод для того, чтобы встретиться. Мы решили этот повод насытить максимально, самой современной информацией о психике, о психологическом функционировании мозга, о психотерапии, современных ее формах. Мы пригласили ведущих мировых лидеров, таких как президент мировой ассоциации коллективно-поведенческой психотерапии Мехнек Сумбор. С прошлого года он возглавляет эту международную ассоциацию после того, как ему передал такие праздные правления Стехан Кокман, тоже очень известный специалист в мире и на стране. Президент Канадской ассоциации, его тоже знают многие коллеги из-за рубежом, и у нас, Кейв Добсон. Он одно время возглавлял Академию кулентивной терапии в Ладельфе, и он известен своими работами по депрессии, по обучению, преподаванию кулентивно-поведенческой терапии. Совсем недавно, в прошлом году, в 2017, вышла его книга, касающаяся терапевтических отношений, поэтому это один из лидеров сегодняшнего КПТ, и мы хотели, чтобы самое современное, самое интересное, самое творческое подача материала была представлена и в нашей стране, чтобы это не было докатившейся волной, светом потухшей звезды, чтобы настоящие лидеры своего дела в мировой терапии приезжали к нам в страну, делились своим опытом, делились своими знаниями. И с нашей точки зрения, это самый интересный и важный творческий подкоп, который мы хотим сказать и коллегам, и друзьям, и всем, кому интересна эта тема. То есть буквально и специалистам, и людям, которые интересуются когнитивно-поведенческой психотерапии, будет возможность пообщаться с мировыми лидерами и российскими лидерами в этой области, возможно, даже задать свои вопросы, как такуарно пообщаться. Мы хотим сделать это такой площадкой, таким местом встречи, где могли бы встретиться и профессионалы, и люди, которые интересуются психологией, психотерапией, и пообщаться не через экран телевизора или чаты в интернете, не через фотографию, как икону, а как живым человеком. Поэтому это будут десятки специалистов со всей России и мировые лидеры, которые таким мощным потоком, коллективом, структурированы такой линейкой семинаров, лекций, общения непосредственно с людьми, в виде мастер-класса, могут поделиться самыми современными, самыми структурированными, четкими знаниями, практическими навыками, своим опытом, что здесь самое. При этом в этом году вырос формат, осталась и часть, посвященная только таким специализированным вопросам, ориентированных на профессионалов, и появились дополнительные линейки, которые будут интересны клиентам либо людям, просто интересующимся темам. Можете рассказать подробнее, о чем будет в этом году CBT-форум, и какие сейчас вопросы интересуют и профессиональное сообщество, и, возможно, с какими вопросами к вам чаще обращаются клиенты, или какие вопросы поступают в интернет-среде. Вы как специалист часто с этим сталкиваетесь. Да, уникальность этого мероприятия связана с тем, что мы расширили его рамки. Наша ассоциация существует уже почти 20 лет, и все эти 20 лет у нас проходят международные семинары с участием зарубежных специалистов, целая серия обучающих программ отечественных специалистов. Много прошло уже съездов нашей ассоциации, в том числе и международных, запомнившихся яркими событиями, насыщенными мастер-классами, интересными семинарами. Но теперь это уже не просто большое, а грандиозное событие, где помимо когнитивно-поведенческой терапии будет еще несколько разделов, касающиеся здорового образа жизни, касающиеся разных аспектов, интересующих людей, изменяющих жизнь. Поэтому это целая серия мастеров, каждый в своем деле известный в своей такой узкой нише, но теперь это возможность выйти в широкой аудитории, для широкого общения и для донесения как раз до людей того, чем на сегодняшний день обладает эта терапия, чем она может быть полезна, чем она, безусловно, интересна. Проблема профессионала в том, что они варятся в собственном соку, в своей среде, оттачивая какие-то детали и мастер, что для условно необходимое. Но важная составляющая, которую мы отметили еще в самом начале формирования нашей ассоциации еще 20 лет назад, это популяризация метода. Это донесение ее смысла, содержания целей, задач до людей. Потому что сделано это для людей, по имени людей, и странно, что люди об этом не знают и не слышали многие. Поэтому мы хотим наконец-то создать место встречи, где профессионалы пообщались не только между собой, это будет обязательно на форме, в виде такой части, которая у нас уже традиционно называлась, съезд нашей ассоциации, выполнение в виде конгресса. Это все составляющие формы, где будет обязательно научный рынок. Но будет и возможность получить информацию напрямую от профессионалов, доступной, понятной. Ну, я бы не сказал, что удобкой формы, но той, которая может быть усвоена, когда у человека есть желание, стремление, интерес. Поэтому я полагаю, что это будет, с одной стороны, такое поле творческого эксперимента, но, с другой стороны, уже за счет того, что это серьезные профессионалы, мы можем рассчитывать на то, что это будет очень полезное, насыщенное и интерактивное такое взаимодействие и общение.